Приветствую, друзья! Наконец-то у меня есть возможность рассказать вам о новой линейке гитарных предусилителей от отечественной компании AMT, серия Legend Arms 3. Эти преампы были представлены еще на осенней выставке «Музыка Москва», но до меня добрались только сейчас. Сегодня мы будем тестировать и в хвост, и в гриву три девайса. Это F3, то есть Fender Twin, это R3, то есть Mesa Boogie Rectifier и P3, то есть PV 5150. Ролик будет длинный, мощный, так что заваривайте чаек, запасайтесь бутербродами, проверяйте подписку и колокольчик и поехали! Но для начала я предлагаю вам послушать один фрагмент, где будет участвовать всклеечку ER3, ERS Elite и R&DR VL Multigain. Это, скажем так, для затравочки и первого впечатления. Пишите в комментариях, где, по вашему мнению, что звучит, а позже мы все это еще раз внимательно сравним лоб в лоб. Как вы уже, наверное, поняли, для того, чтобы максимально раскрыть потенциал вот этих новых предусилителей, Legend Temps 3 версии, я их буду сравнивать с различными устройствами. Во-первых, это будет мой основной на сегодняшний день предусилитель, это R&DR VL Multigain, это пятиламповый преамп со звуком Rectifier, то есть можно будет его сравнивать спокойно с этим R3. Это будет гибридный BRICS, то есть кирпичик, про который я уже рассказывал, на одной лампе 12AX7, тоже Rectifier, в режиме Rectifier. Это будет предыдущая линейка Legend Temps, а именно R2, то есть вторая версия, и будет даже самая первая версия Legend Temps 1, а именно S1, то есть Saldana. И чтобы сравнивать чистые звуки, я еще буду в тестах пробовать вот такой вот кирпичик, тоже на него делал уже обзор, это чисто ламповый предусилитель с импульсным питанием AMT F-Clean. И я надеюсь, вот такое сравнение поможет показать историю вот этой серии и технологии моделирования ламповых каскадов. Слушать мы все это будем в мой обычный став, то есть в ламповый комбик, в ретурн комбика Harley Benton TU-15, а также просто в линии через встроены аналоговый спикер-сим и в импульс, в том числе и с эмуляцией оконечника в составе AMT Pangea, встроенная в новые преампы Legend Temps 3. Если кто не в курсе, то история линейки преампов Legend Temps началась довольно давно. И до того времени это был настоящий прорыв, тем более с учетом того, что это вообще-то отечественный производитель и разработчик. Вместо обычных и типовых примочек типа овердрайв и дисторшн, инженеры компании AMT сделали одноканальные преампы со звуком легендарных усилителей на технологии моделирования звука с помощью каскадов на полевых транзисторах. По сути, эти каскады повторяют оригинальные ламповые каскады своих прототипов. Например, S1 повторяет предусилитель усилителя Saldana SLO-100. Потом вышла улучшенная версия Legend Temps 2, уже двухканальная. Была линейка еще Drive, то есть чисто примочки для подключения в чистый канал. И следом вышла, опять же, одноканальная серия гибридных драйвов и преампов Briggs, то есть ламповых, либо лампово-транзисторных, либо вообще на твердотельной лампе от компании AMT. Ну и, наконец, много лет спустя, выходит новая итерация этой линейки Legend Temps 3. Давайте пройдемся по основным моментам и отличиям от прошлых серий. Во-первых, эти приборы теперь похожи на серию Briggs. То есть это педали в Snickersize формате, только ниже, потому что нет лампы и вместе с Briggs имеют общее управление. То есть вы можете поставить несколько таких педалей, объединить их вот такими обычными патчами с джеками 3,5 миллиметра и они будут переключаться по системе один из всех. То есть нажимая на какую-то одну педаль, остальные будут уходить в байпас. То есть, по сути, как будто мы переключаем каналы усилителя либо пресеты процессора. Но можно создавать даже целые группы, включающиеся одним нажатием. Во-вторых, по заявлению производителя, тут новая технология формирования звука. Полевых транзисторов больше нет, используются операционные усилители. А также внутри каждого прибора этой серии питание поднимается с 12 входных вольт до 30 для обеспечения максимально аутентичного формирования звука лампового триода. Далее, полностью переработанный аналоговый спикер-сим для максимального соответствия звуку какого-то взятого импульса гитарного кабинета, который сняли микрофоном. Важная фишка этой серии это возможность выбора спикер-симулятора при заказе либо аналоговый, либо цифровой. И цифровой работает на базе процессора AMT Pangea CP16, где помимо плеера импульсов, а сюда можно много импульсов загрузить, тут есть и эмулятор лампового усилителя мощности, и эмулятор чистого канала а-ля Fender Twin, и ревер, и эквалайзер, там параметрический эквалайзер, и обрезные фильтры, и гейт, и компрессор, и все это вот в таком вот компактном корпусе. То есть и предусилитель, и процессор эффектов с импульсами. И управляется этот процессор с помощью смартфона по блютуз. Любой прибор этой линейки можно использовать просто как отдельный спикер-симулятор с любым другим устройством, с примочкой либо предусилителем. Причем как в варианте с аналоговым спикер-симом, так и с цифровым. Ну и самое веселое, друзья, эти приборы можно подключать напрямую к гитарному и не к гитарному кабинету, используя спикер-симулятор. Тут на выходе на самом деле переключается тип выхода, и это может быть линейный выход, это может быть балансный выход для подключения на сцене, чтобы не было шумов наводок, и это может быть выход на наушники. И вот этот выход на наушники мы можем подключать к одному либо к двум гитарным кабинетам от 8 Ом. Мощность, конечно, небольшая, где-то по пол ватта на канал, даже чуть меньше, но тем не менее. Ну и начнем с самого базового варианта. Сейчас я подключил все три предусилителя в свой обычный став, то есть в ретурн лампового комбика. И дальше через реактивную нагрузку и плеер импульсов сигнал идет сразу в звуковую карту, мне в наушники и вам на запись. И за счет того, что у нас есть общее управление, каждый преамп будет выбираться просто одним нажатием. КОНЕЦ КОНЕЦ АМТФ3 дает по сути базовый классический чистый гитарный звук. Ручкой гейна можно настроить как кристально чистый, так и подкомпрессированный звук и даже легкий овердрайв. При этом тут классическая твиновская схема, то есть эквалайзер стоит до ручки гейна. Это значит, что мы можем управлять структурой звука и эквалайзер влияет на количество гейна. То есть для получения максимального усиления нужно не только ручку гейна выкрутить на максимум, но и как минимум еще и ручку серединки. А ручкой низа можно выбирать необходимое количество фузовости, жира. Ну и судя по звуку, на ручке гейн у нас есть неотключаемое шунтирование конденсатором. То есть чем мы меньше делаем ручку гейна, тем в звуке больше яркости. Играет музыка. R3 звучит как rectifier, но мне кажется чуть более собранный, ближе к солдана. В стандартном строе вообще никакого бубняжа, жирный, округлый звук. Я люблю вообще это звучание, поэтому наверное не совсем объективен. Но на мой взгляд это самый универсальный хайгеновый звук как для стандартного, так и не сильно пониженного строя. Играет музыка. Играет музыка. p3 то есть и пиве звучит как и положено максимально агрессивно плотно с поджатым на входе низом чтобы вот эти ваши все gg отрабатывались как надо в том числе и в пониженном строе даже встроить дропми на восьмиструнке то есть на октаву ниже чем на нормальной гитаре по-моему все джинтует как надо мне кажется даже грелка будет здесь лишнее и хочу отдельно обратить ваше внимание на то как педаль отрабатывает толстую восьмую струну с ее огромным динамическим диапазоном и мне кажется эта фишка как раз вот этого увеличенного питания с 12 до 30 а Друзья, если вам интересны подобные сложные обзоры и вы хотите меня как-то поддержать, то это можно сделать на бусте с подпиской от 100 рублей в месяц. Для бустеров есть ряд бонусов. Это ранний доступ ко всем роликам, доступ в закрытый чат Telegram, где я всегда присутствую и могу ответить на любой ваш вопрос. Ну и кроме меня там есть довольно опытные ребята. Это доступ к закрытой страничке с коллекцией импульсов и VST-плагинов и ваше имя в каждом ролике при подписке от 200 рублей. Ссылочку на бусте вы найдете в описании и вот здесь на QR-коде. Ну и давайте еще послушаем все три прибора в качестве драйвов в чистый канал комбика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот смотрите, с ректо и пиве, в принципе, все понятно. Отличный дисторшн с офигенной динамикой. Но, казалось бы, зачем нам использовать F3 в качестве драйва? Ведь, по сути, это и так чистый канал. Но на самом деле я тут вижу как минимум две возможности. Во-первых, чтобы получить твиновский звук в тот чистый, где его нет. Допустим, у аппарата на площадке чисто звук скучный, либо слишком жирный. Подключаем твин и получаем отличное подкомпрессированное стекло. Или можно получить легкий, естественный овердрайв с шикарной динамикой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас давайте сравним. В ним, лоб в лоб, три преампа. Это F3, F-Clean, чисто ламповый предусилитель. И мой преамп, VL Multigain на чистом канале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если сравнивать F3 с Briggs, то у последнего, конечно, больше возможностей по настройкам. Есть и смещение середины, и отключаемый Bright на гейне, и вообще это как бы чисто ламповый предусилитель. Но зато на F3 есть выход со спикер-симулятором, в том числе и в виде модуля CP16, но про это чуть позже. Ну и по звук я бы не сказал, что он как-то сильно уступает звук лампового брикса за счет увеличенного питания в 30 вольт и новые схемотехники, возможно, со звуком здесь полный порядок. Тут уже вопрос вкусовщины. Что же касаемо большого рэка VL, то он все-таки отличается и от Briggs и от F3. Во-первых, у него нет Bright на гейне, поэтому он звучит более мягко. И если на F-Brix его можно отключить, то на F3 нельзя. На мой взгляд, это опять же чистая вкусовщина. F3 звучит просто более звонко, и кажется, что середины в нем меньше, чем и у Briggs, и тем более, чем у VL Multigain. Хотя эквалайзер, пожалуйста, крутите, настраивайте. Здесь классический трехполосный эквалайзер. Как я уже сказал, он влияет еще и на гейн, то есть можно повлиять на структуру звука. А вот на максимальном гейне F3 тут уже нет такой звонкости. Звук очень серединистый. И если выкрутить ручку середины, и если у вас еще и мощный датчик, то получается очень клевый мягкий овердрайв. Ну, на среднем гейне разница с большим предусилителем ощущается. Особенно если начинать подогревать грелочками или дисторшеном. И в целом VL звучит как будто мягче и намного серединистее. Опять же, друзья, все под свои задачи, гитары и предпочтения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Овердрайвами F3 греется отлично. Так что как база для гитарного звука это то, что надо. Как мне показалось, эта педаль не ударила в грязь лицом перед ламповыми товарищами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и давайте проведем подобное сравнение и с ректифайерами. Сейчас у меня тут разные ректифайеры в одном свитчере. АМТ-С1, да, это не совсем ректифайер, но максимально близкий по схеме преамп. Р2, Р3, РС, лид в режиме ректо и мой ламповый рековый предусилитель R&R VL Multigain. Я постарался настроить более-менее похожий звук по гейну и по частотке. Все это дело идет в ретурн лампового комбика на Харлю Бентон и в импульс кабинета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что тут можно сказать? С1, конечно, тут самый жесткий и плоский по звуку. Именно вот по структуре звука. Р2 кажется самым бубнящим и низастым. РС лид звучит хорошо, но почему-то у него меньше всего отдачи по низу на приглушке. А вот Р3 звучит, на мой взгляд, очень близко к VL Multigain. Он вроде как чуть-чуть поплотнее и пожестче, но в целом очень похоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну и вот эту структуру звука отлично слышно на медленных аккордах без приглушки. Просто когда играешь перебором, очень близко к лампе и с закрытыми глазами вообще фиг отличишь. В общем, и по ощущению, и на слух, вот если сравнивать прямо лоб в лоб с ламповым предусилителем, то пойди еще разберись, где как записано. Ну и давайте посмотрим, как Р3 справляется с грелкой. Интересно, что с грелкой звук изменяется немного по-разному. На R3 и на VL Multigain. Но, на мой взгляд, это уже чисто вкусовщина. Мне нравятся оба варианта. Так что, если у вас низастая бубнящая гитара, то грелочки с R3 вполне можно использовать, чтобы подкомпрессировать звук и поджать излишний низ. С общим характером звука более-менее разобрались. Давайте переходите к игре в линию без всяких там ваших ламповых комбиков. Как я уже сказал, в приборах серии Legend Ems 3 есть на выбор два спикер-сима. И первый это аналоговый. Как раз такой стоит в этом R3. Просто подключаем в линию со включенным спикер-симом без всякой обработки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, какой импульс они будут. Брали за основу, за референс, но звучит весьма неплохо. Мне скинули АЧХ этого спикер-сима, и сразу видно, что это непростое обрезание, вот как здесь было, всего что выше 6 кГц. В принципе, выступить и порепетировать с таким звуком прямо в микшерный пульт, да почему нет? Просто для примера, друзья, напомню, как звучал спикер-сима в первой линейке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой аналоговый спикер-сим стоит по умолчанию во всей линейке Legend Amps 3. Но если вы хотите, то можете заказать себе прибор с панги CP16 на борту. А причем эта панги идет сразу с блютуз-модулем, то есть мы управляем им через смартфон. В моем случае CP16 состоит в F3 и P3. То есть еще раз, друзья, в таком форм-факторе сникер-сайз мы имеем аналоговый предусилитель с увеличенным внутри питанием для максимальной динамики и полноценный цифровой процессор, где у нас и плеер импульсов, и эмулятор лампового оконечника, и обрезные фильтры, и пятиполосный параметрический эквалайзер, и гейт, и легкий ревер, и компрессор, и даже эмулятор чистого канала типа Fender Twin. Это просто не укладывается в голове. Особенно если вспомнить, что самая первая пангея CP16 сама была вот в таком же корпусе подобном, и это только пангея. А здесь и аналоговый предусилитель, и пангея. Давайте рассмотрим на примере P3, как все это дело работает. Ну и, естественно, будем подключать в линейный вход звуковой карты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Почему? Типа один канал Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok